Я читаю книгу Судей, главу седьмую. Я читаю книгу Судей, главу седьмую. Там Я выберу их тебе. О ком Я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колено свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колено свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, тремя стами лакавших, Я спасу вас и предам мадеонитян в руки ваши, а весь остальной народ пусть идет, каждый в свое место. И взяли они съестной припас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя триста человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь, встань, сойди встан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди встан ты и фура, слуга твой. И услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь встан. И сошел он и фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были встан. Мадеонитяне же и амаликитяне, и все жители Востока, расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит, — Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катился по стану Мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, а прокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему, — Это не иное что, как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Придал Бог в руки его Мадеонитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ сна и толкования его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, — Вставайте, предал Господь в руки ваши стан Мадиамский. И разделил триста человек на три отряда, и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины, и в кувшины светильники. И сказал им, — Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубами, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана, и кричите, — Меч Господа и Гедеона. И подошел Гедеон, и сто человек с ним к стану в начале средней стражи, и разбудили стражи, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках их, и затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали, — Меч Господа и Гедеона. И стоял всякий на своем месте вокруг стана. И стали бегать по всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бевшиты, к Царере, до предела Авель-Мехолы, близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, а Сирова и всего колена Монасина, и погнали за Мадеонитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать, «Выйдите навстречу Мадеонитянам, и перехватите у них переправу через воду до Беввары и Иордан». И созваны все ефремляне, и перехватили переправу через воду до Беввары и Иордан. И поймали двух князей Мадеонских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекев-Зиве, и преследовали Мадеонитян. Головы же Орива и Зива принесли к Гедеону за Иордан. Головы же Орива и Зива в Цур-Ориве,